Добро пожаловать в наш заповедный уголок Московской области, совхоз имени Ленина. Большим зеленым массивом, очерченным Московской кольцевой автомобильной дорогой, трассой М4 Дон и Москвой-рекой, раскинулись угодья совхоза имени Ленина, многопрофильного сельхозпредприятия и крупнейшего производителя земляники в России. История рождения совхоза связана с именем Владимира Ильича Ленина. Хозяйство было организовано после опубликования декрета о земле в числе первых советских хозяйств на бывших монастырских землях и именовалось совхозом Орешковский хутор Орешковской волости Московского уезда. Рабочие, занятые на полях вблизи Каширского шоссе, нередко видели Владимира Ильича, проезжавшего на автомобиле в горке. Однажды машина остановилась, и Владимир Ильич, выйдя из нее, долго любовался островком колосившейся совхозной ржи. По просьбе рабочих в августе 1919 года совхоз получил название «Хутор Ленина». В документах последующих лет он называется «Совхозом Ленину», а с 1928 года и до сих пор носит название «Совхоз имени Ленина». В ноябре нашему хозяйству исполнилось 102 года. Много это или мало? Для человека больше, чем жизнь. Для предприятия это показатель стабильности, надежности и преданности своему делу всего коллектива. Столько было сделано за эти 100 лет. Огромное количество свершений, судеб, трудов вложено в каждый гектар земли. Вместе со всей страной мы прошли путь от деревянной бараны и нескольких лошадей до роботизированных ферм, мощнейших тракторов, комбайнов и суперсовременных технологий, которые используются в аграрном производстве самых передовых держав. Сегодня совхоз имени Ленина – это более полутора тысяч гектаров сельскохозяйственных земель под садово-ягодными, овощными и кормовыми культурами. Собственный питомник и сортоиспытательный участок. Более 1700 тонн плодово-ягодной продукции в год. Самое большое земляничное поле в России с урожайностью земляники более 120 центнеров с гектара. Более 300 рабочих и высококвалифицированных специалистов. Более 16 тысяч тонн овощей в год. Собственная молочная ферма с продуктивностью 11 тысяч литров молока на корову в год. 1100 голов крупного рогатого скота с 8 доильными роботами фирмы «Лейли». Корма для молочного стада собственного производства. Собственный завод по производству натуральных соков, нектаров и узваров под брендом «Удачный», а также артезианской воды, земляничные поляны, натуральных фруктовых пюре для пищевых производств, различных солений из овощей собственного производства. Собственный сырный цех, производящий полутвердые сыры, творог и творожные массы из своего молока. Социальная поддержка – главный принцип предприятия. Работники совхоза получают компенсацию за обеды и доплаты к отпуску. Дети сотрудников каждый год получают бесплатные новогодние подарки и путевки в летние лагеря отдыха за 10% от стоимости. Все работники совхоза и неработающие пенсионеры бесплатно обеспечиваются овощной продукцией. Неработающим пенсионерам ежеквартально оказывается материальная помощь. Совхоз имени Ленина уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры. Предприятие является градообразующим, и большинство строительных работ, работ по благоустройству и обслуживанию инфраструктуры проводится на собственные средства хозяйства. Самым важным и самым затратным объектом, построенным в совхозе имени Ленина, стала школа на 550 учащихся площадью более 18 тысяч квадратных метров. Она открылась 1 сентября 2017 года. На строительство школы совхоз выделил 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Школа была передана в безвозмездное пользование правительству города Москвы для инженерного корпуса Центра образования Царицыно. Теперь дети жителей поселка совхоза имени Ленина могут учиться в одной из лучших школ России. Также на территории поселка совхозом построены два детских сада по индивидуальным проектам в виде замков. Сегодня около 500 детей жителей поселка посещают их по программе частного государственного партнерства. Самым ярким и популярным социальным объектом совхоза стал парк сказок. Это любимое место отдыха детей и их родителей. Парк был построен по мотивам сказок Пушкина и Новсова. Затем в нем появился сказочный замок волшебника, батут и домики с иллюстрациями из любимых советских мультфильмов. В 2020 году совхоз имени Ленина закончил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном стоимостью более 300 миллионов рублей. В 2014 году совхоз принял решение о развитии новых социальных направлений в сельском хозяйстве, создание агротуристического комплекса и детского досугового центра. Агротуристический комплекс «Контактная деревня» представляет собой интерактивную ферму, где в игровой форме дети и взрослые могут получить представление о сельском хозяйстве и русском крестьянском быте. А в детском досуговом центре дети могут обучаться профессии ветеринара и агронома. И все это было бы невозможно без дружного трудового коллектива, без тех людей, кто трудился и трудится в совхозе имени Ленина. Нас объединяет одно – любовь к родной земле. А также заповедь – совместно трудиться на благо коллектива. Именно это позволяет преодолевать все выпадающие на долю предприятия испытания и верить в светлое будущее совхоза имени Ленина. Продолжение следует...